Здравствуйте, я Боевнов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель фонда Рабочая Академия. Итак, в этом ролике я расскажу, как легко вступить в профсоюз действий, а также для чего организуется именно большой профсоюз во Вселожской клинической межрайонной больнице. Итак, чтобы вступить в наш профсоюз, надо заполнить всего лишь вот такое вот заявление, которое вы видите сейчас на экране, вы заполняете его от руки, можете написать все от руки, подписаться, поставить число, сфотографировать и отправить на мыло, соответственно, на электронный адрес нашему председателю. Это Владимир Геннадий Петрович, у него очень простое мыло, vgp67-mail.ru, соответственно, на ближайшую правкоме ваше заявление рассмотрится и примут в ваш профсоюз действия. Для чего нужен нам именно большой профсоюз? Потому что по закону Российской Федерации непосредственно трудовой кодекс Российской Федерации регламентирует, что надо 50% коллектива плюс один голос, чтобы заключить коллективный договор, чтобы коллективный договор отражал наши интересы, а не интересы администрации. Что такое коллективный договор? Преимущества коллективного договора очень значимы, потому что если в коллективном договоре 200-300 пунктов плюс приложения, в которых отражено, допустим, приложение по оплате труда, приложение по средствам юридической защиты и т.д. и т.п., то, соответственно, когда мы обращаемся в суд, мы решаем проблему одну, вторую, третью, ну, может быть, четыре каких-то пункта, а здесь, представляете, 200-300, боремся всем коллективом, и здесь возможно уложиться по тому же трудовому законодательству в три месяца, а эти суды растягиваются на полгода, и при этом решается так мало всяких проблем, нежели в коллективном договоре. В организации, то есть во Всевышевской клинической больнице и ее подразделениях, филиалах мы распространим вот эту вот газету, называется газета «Красный доктор», пенза, от непризнанной ячейки до коллективного договора «Один шаг». Здесь рассказывается в этой статье, как медицинские братья-анестезиологи взялись за проблему, опять же вопрос, кто же там в профсоюзе рулит основные там врачи, не врачи, какие-то заведующие. Нет, вот видите, в Пензе организовались именно медицинские братья, фельдшеры по приему вызовов, и организовали большой профсоюз в тысячу человек, и защитили коллективный договор. То есть они добились своими активными коллективными действиями получения условий труда, но надо было где-то это закреплять. И вот мы, профсоюз действия, предложили коллективный договор именно как форму для закрепления того, чего они добились, в том числе и в ходе итальянских забастовок. Ну и, соответственно, вот этот коллективный договор, это основа, которая взяла Пенза, писалась непосредственно здесь, в том числе и мной. Соответственно, мы сейчас составляем этот коллективный договор, и в коллективный договор нужно будет также и ваше пожелание. То есть вы не только вступаете в профсоюз, но так как это ваш профсоюз, и каждый это как раз профсоюз, не то, что там придет какой-то Владимиров и будет за вас что-то решать. Нет, это мы все вместе решаем наши проблемы в наших интересах. Эти проблемы выдвинуть в виде требований, то есть требования, чтобы вот каждое подразделение, есть работники, у каждого подразделения свои нюансы, то есть есть общие цели, есть какие-то нюансы, которые должны быть отражены, допустим, в отдельном приложении, по данному коллективу, по данному отделению, вот конкретно вот это. Если из вашего подразделения никого не будет, либо будет меньшинство, соответственно, ну кто будет представлять интересы именно вашего отделения при приговорных процессах, при составлении проекта коллективного договора. Ну еще раз повторюсь, непосредственно Пенза, и вы это почитаете, мы распространим около тысячи экземпляров газет. Основную работу сделали именно средний медицинский персонал, поэтому ждать там докторов, каких-то заведующих, которые помогут, не надо ничего ждать. У вас есть свои интересы, и вы должны отставить свои интересы. Ну и формула простая, то есть выдвигаются требования, требования записываются в коллективный договор, отстаиваются с помощью коллективных действий по Трудовому кодексу Российской Федерации, и это все закрепляется в коллективном договоре, и в дальнейшем профсоюз не рассыпается на этом, потому что все надо контролировать, потому что администрация может все перелопатить буквально сразу за месяц-два после принятия коллективного договора. Отдельно хочется сказать о страхе вступления в профсоюз. Ну, во-первых, мы своих профсоюзников никогда не сдаем, то есть вот эта информация о том, что вы вступили в профсоюз, она не дойдет до администрации вообще никак, потому что рассматривается узким кругом, мы своих, еще раз повторяю, не выдаем, и членство в профсоюзе обычно открывается тогда, когда надо защитить именно этого работника, когда конкретно на его рабочем месте возникает трудовой конфликт, и надо понимать, что человек стоит в профсоюзе, и конкретно тогда-то он и, ну, обычно в этот момент и открываем. Пример докеров, когда к докерам пришла прокуратура и потребовала предоставить списки профсоюза, председатель профсоюза отказал по федеральному закону номер 10, соответственно, эти списки может затребовать только суд, и даже прокуратура, прокуратуре эти списки не даем. Для примера мы можем привести, в Ленинградской области есть хорошая первичка в ладейном поле, где они отстояли своего активиста, Воронова Леонида Пулаэктовича, которого уволили, но в дальнейшем в ходе борьбы его восстановили на работе, и сейчас он работает водителем скорой помощи. И конкретно водитель скорой помощи организовывает там профсоюз, то есть к вопросу о том, врачи ли это должны быть заведующие, то есть видите, у нас водители и медбратья организовывают хорошие профсоюзы. Отдельно хотелось бы сказать об активе нашего профсоюза непосредственно о первичке в Селожской межрайонной больнице, ее возглавляет врач-эндоскопист Владимиров Геннадий Петрович, и вот когда я работал 5 лет назад в нашей больнице, слышал одно и то же, именно от Шипачева и его команды, что есть у нас такой шизофреник Владимиров, который ходит там сучажен, через сколько времени, сколько это будет продолжаться, естественно, он шизофреник, ну сколько можно вот это всем заниматься. И вот недостаток информации приводит вот к такому ложному мнению о человеке, с чем столкнулся Геннадий Петрович. Там у нас поставлены камеры, соответственно, сидят люди, специально отслеживают, когда Владимиров покинет, выйдет из своего отделения, ждут 5 минут, бегут на место и составляют такт, что Владимирова нет на рабочем месте. Вот это считается нормальным. Или, например, в отделе кадров существовала группа, которая просто подписывала ложь, просто откровенную ложь, типа да, они видели, они тому подобное, это тоже считается нормальным, но так оклеветать человека. Естественно, по этим ложным документам, подделанным, Владимиру уже увольняли, он восстанавливался на работе, потому что все понимали, что это просто ложь и подстава, но вот это считается вот нормальным. А защищать свои права, с точки зрения администрации, это ненормально, потому что, еще раз повторюсь, надо смотреть на всю эту ситуацию, в чьих интересах это. Естественно, когда Владимир выбивает для сотрудников молоко, на это надо тратить деньги, деньги эти могли бы пойти на другие цели, и это не в интересах администрации, это в интересах работников. Соответственно, надо человеку убрать, чтобы все было в интересах администрации. Поэтому, рассматривая ту или иную ситуацию, смотрите, в чьих интересах действует человек. Мы наладили этот канал, подписывайтесь на канал, надеюсь, мы перекроем ту ложь, которая идет администрации больницы, но, в принципе, этот канал уже неоднократно перекрывал ту ложь, которая идет от любых главных врачей любых больниц. Подписывайтесь на этот канал. Ну, и в следующем ролике я представлю письмо Зельдиной Наташи, которая рассказывает, как у нас сейчас все хорошо в больнице. Это очень интересное опять письмо. Ну, не забывайте вступать в профсоюз действий, подписываться на этот канал. Как вступить в профсоюз действий? Еще раз, на экране это заявление. Подписывайте, фотографируйте, отправляйте на почту. vgp67-mail.ru И вы в нашем профсоюзе и боретесь, и отстаиваете свои права. Ну, и будьте здоровы. А пока, пока. Продолжение следует...